Идея создания фермы по выращиванию грибов у молодого предпринимателя Елены Ардзенба возникла давно, но осуществить ее она сумела относительно недавно. Увидев в интернете объявление по программе ПРОООН совместно с Центром развития лесского хозяйства и села, Елена написала проект и на конкурсной основе выиграла грант. Нам профинансировали создание данной фермы, обустроили ее, сделали ремонт, заменили кровельное покрытие. И было принято решение расположить именно грибницы на стеллажах, чтобы максимально рационально использовать помещение. Чтобы вырастить грибы, нужны особые условия и почва. Елене пришлось заказывать компост с уже засеянной грибницей в Краснодаре. На первоначальном этапе в тестовом режиме было закуплено две тонны компоста для выращивания шампиньонов. На протяжении трех дней они в непритронутом состоянии лежали на стеллажах, чтобы привыкли, адаптировались к температуре. Им нужен определенный микроклимат внутри помещения. Спустя три дня мы их открыли, и они у нас еще неделю томились в абсолютно герметичном закрытом помещении. Сама занималась полностью изучением технологий. В Абхазии даже нет специалиста, который мог бы меня проконсультировать. После того, как мы съездили в Краснодар и забрали наш компост, мы нашли там специалиста, который после этого нас стал дистанционно консультировать. Через месяц первый урожай. В течение десяти дней было собрано 250 килограммов шампиньонов. Спрос на грибы оказался довольно большим. Сейчас их реализуют в магазинах и супермаркетах Гудауты, Нового Афона и Сухума. Совсем скоро на ферме ожидают второй сбор урожая. Перед попаданием на прилавок гриб проходит у нас четкий отбор. Он должен полностью соответствовать товарному виду. Шапочка должна быть закрыта, не деформирована. Вот, например, этот гриб мы можем посмотреть. Он полностью соответствует всем необходимым требованиям. Он называется закрытый гриб. Но как только гриб достигает вот такого состояния и шапочка открывается, он уже теряет товарный вид. И в нашем случае мне удалось реализовать их по цене ниже той, по которой я реализую отборные грибы. Для того, чтобы расширить производство и производство было неубыточным и безотходным, нам нужна на перспективу линия консервации. На крупных предприятиях везде установлены определенные линии консервации, которые, вот те грибы, которые уже переросли стадию отборных, чтобы они как бы перерабатывались и попадали в баночки. На грибной ферме надо постоянно поддерживать микроклимат. Часть необходимой для этого техники уже закуплена. После ее установки планируется расширить бизнес и закупить уже до 8-10 тонн компоста с засеянной грибницей. Как известно, грибы нуждаются в регулярном поливе. Как только почвы начинают подсыхать, грибницу нужно тут же вложить. Хозяйка грибной фермы Елена Арденба по специальности экономист. Несколько лет назад после замужества переехала в село Лыхны. Ее новая сфера деятельности оказалась очень интересной и увлекательной. В маленьком бизнесе девушке помогает семья. Мы пока справляемся с силами семьи. Мы с супругом, родственники нам помогают. Когда был пик урожая, нам родственники и соседи помогали в сборе. Но на перспективу, когда мы будем расширяться, мы уже будем задумываться о наемных работниках на постоянной основе. Потому что грибница достаточно капризная и она требует постоянного упорта. Как показывает практика, зачастую любой бизнес на этапах своего развития сталкивается с некоторыми трудностями. Исключением не стала и грибная ферма. Во время верных отключений электричества верхний ярус с грибницами испортился, так как кондиционер не работал и возможности установить необходимое оборудование из-за низкого напряжения не было. Мы стали задумываться о приобретении установки собственного трансформатора, так как у нас еще планировалась установка вытяжек крупных производственных, другого оборудования, системы увлажнения, различных датчиков, которые в принципе не тянули. Трансформаторы и провода были приобретены на собственные средства. Министерство экономики и Черноморья Энерго помогли мне с получением техусловий и со столбами. Но мы остановились на этапе их установки. Начинающий предприниматель, владелица фермы по выращиванию шампиньонов Елена Ардзенба планирует расширить свой бизнес и возможно начать выращивать и другой вид грибов. Алика Трапша, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.